Болезни. Как вы помните, в рубрике «Качество жизни» мы ещё не знали, зачем же на пикник нам необходимо взять с собой плащ-палатку, нитку и вазелин. Действительно, для чего? Какого заболевания мы тем самым избежим? Поговорим об этом в рубрике «История болезни». А речь пойдёт о таком грозном заболевании, как клещевой энцефалит. В прошлом году от укусов заражённых клещей пострадало 278 человек. Это немного, подумаете вы. Но, с другой стороны, каждый десятый случай закончился параличом, инвалидностью, а в некоторых случаях даже смертью. А это значит, что потенциально каждый из нас может стать следующим. Поэтому сегодня мы объявляем войну клещам. Будем от них защищаться и научимся оказывать первую помощь при укусе. Ну, прежде всего, нужно понять, что это за заболевание, Сергей. Клещевой энцефалит – это вирусное заболевание. А вирусы попадают в организм человека от клеща при укусе. Он попадает в кровь, размножается и попадает в центральную нервную систему человека, в головной и спинной мозг. Там вирус вызывает воспаление и разрушает нейроны. Представьте, что это кукла-человек, а нейроны – это вот эти нитки, которые управляют движением человека. Именно благодаря нейронам человек может двигаться и воспринимать окружающий мир. Что же происходит в том случае, если вирус, попавший в организм человека от клеща, поражает нервную систему человека? По сути, разрываются нити, связывающие мозг человека с его телом. В некоторых случаях это может закончиться даже смертью, в том случае, если возникает паралич дыхательной мускулатуры. То есть все, человек обездвижен? Да, полностью. Всего из одного маленького укуса клеща. Как же избежать этой страшной болезни? Стараться не допустить укуса клеща, а в том случае, если он произошел, немедленно обращаться в больницу. Но давайте поговорим о тех мерах, которые позволят нам избежать укуса. Мы вместе с семьей Голубевых, которые находятся на студии, идите к нам, Людмила, Александр и Михаил. Вы что-нибудь слышали об этом заболевании? Позвольте вам скажи чуть-чуть. Слышали, не соприкасались, но слышали. Ну что же, во-первых, естественно, необходимо правильно одеваться. Дело в том, что клещи поджидают людей и животных на ветвях растений, на траве. И они могут подняться на высоту примерно до полутора метров и оттуда попасть на одежду человека. Поэтому желательно, чтобы человек был соответствующим образом одет. Это должны быть куртки, которые сужаются в области манжет. Это должны быть плотные брюки, по возможности заправленные в носки. Тем самым мы препятствуем попаданию клеща на наши кожные покровы. Представьте себе, что вот у этого хорошо экипированного человека клещи с дерева попали на него. Большинство из них осыпалось, а при движении все остальные также упали с его одежды на землю. И в таком случае вероятность укуса минимальна. Вот именно для этого нам и нужна плащ-палатка, которая у Михаила уже есть. Так, отлично. Ну просто, например, если клещи упадут, вот, например, на вашу одежду... Ой, бросайте. Мы вас потом отряхнем. О, что-то мне это напоминает. И все. Именно для этого и нужна плащ-палатка, которую желательно заправить в брюки. Заправляй. И вот у этого гражданина, кстати, тоже неплохо. Давайте. Давай, по-моему. Ничего личного. Для того, чтобы клещ не попал под одежду. Тем не менее, определенный риск проникновения клеща под одежду все-таки остается. Но при этом клещ никогда не кусает сразу. То есть ему необходимо от получаса до двух часов для того, чтобы выбрать себе подходящее место. Это означает, что время от времени, осматривая друг друга, можно обезопасить себя от укуса, вовремя обнаружив клеща на поверхности кожи и, соответственно, сбросив его. А надо осматривать всего человека или определенные участки? Осматривать необходимо всего человека, но особое внимание необходимо обращать на те участки, на которых нежная кожа. Давайте, пожалуйста. Прежде всего, кожа в области подмышек, это область паха, это внутренняя поверхность бедер и область шеи. Об этом надо помнить. Будем помнить. Будем знать. Если, тем не менее, укус состоялся, то необходимо постараться как можно быстрее человеку оказаться в больнице. Не пытаться извлечь клеща самостоятельно в тех случаях, если больница расположена недалеко, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. У человека есть 48 часов на то, чтобы это сделать. В том же случае, если, например, вы находитесь в каком-то длительном походе, и вы не можете сразу оказаться в больнице, она расположена далеко, необходимо удалить клеща самостоятельно, потому что известно, что чем меньше время укуса, тем меньше вероятность заражения. И в таком случае придется клеща ударять. Собственно, для этого нам и был нужен вазелин с ниткой. В случае, если вы обнаружили уже вцепившегося в кожу клеща, необходимо взять и нанести на него небольшое количество вазелина. Вазелина. Например, растительного масла. Представьте, что это клещ. Мы берем... Перекрыть ему кислород. Совершенно верно. Особенности дыхательной системы у клеща таковы, что если мы нанесли на него каплю масла или вазелина, это препятствует его дыханию. Это, безусловно, не позволит полностью клеща удалить, но, тем не менее, он существенно ослабит свою хватку. После чего, воспользовавшись обычной нитью... Вы делаете узелок? Да. Это к чему? Это к... Он же кусает, получается, головой? Он кусает головой, да. Мы берем, захватываем его туловище вот таким вот образом и аккуратно вытягиваем его, постепенно удаляем. Оп. Здорово. Не, я просто слышал теорию, что некоторые клещи, то есть, вытягивается туловище, а голова остается там. Если предварительно нанести масло, это уменьшит вероятность того, что там останутся части клеща. После того, как клещ удален, ни в коем случае нельзя его выбрасывать. Необходимо этого клеща сохранить, по возможности, положив, например, в спичный коробок и в таком виде доставить этого клеща в больницу. Для того, чтобы там могли произвести исследование, выяснить, являлся ли этот клещ переносчиком энцефалита или нет. Но в том случае, когда мы удаляем клеща, очень важно понимать, что удалять его нужно медленно. Медленно, не торопясь, именно в таком случае лучше всего он и удаляется из кожи. Ну что же, насколько опасен энцефалитный клещ, узнаем у нашего эксперта. У нас в студии Георгий Витальевич Сопронов, доцент кафедры инфекционных болезней Российской медицинской академии послодипломного образования. Кандидат медицинских наук. Расскажите, пожалуйста, о признаках клещевого энцефалита. Существует несколько признаков клещевого энцефалита. Конечно, заболевание часто протекает просто в лихорадочной форме, но, однако, возможно, и более тяжелые формы с развитием менингита и, собственно говоря, и энцефалита, который после себя оставляет довольно тяжелые последствия в виде развития вялых параличей, верхних конечностей, которые прекрасно показал доктор Агапкин. А излечимо вообще это заболевание? Да, конечно. В большинстве случаев заболевание излечимо, однако, возможно и формирование хронических форм с последующей инвалидизацией пациента. Все-таки давайте вернемся к признакам. Вот что человек, который заболел, чувствует? У пациента появляется высокая температура, появляется сильная головная боль. Один из вариантов – это пьяный прохожий. Лицо красное, нарушается артикуляция, плохая походка. Очень часто у пациента развивается кома, из которой он и не выходит, погибает. А существуют ли прививки от этого заболевания? Да, конечно. В нашей стране разработана прекрасная программа по профилактике этого заболевания. Существует много вакцин и отечественные, и немецкие, и австрийские вакцины. То есть прививка гарантирует, что человек не заразится? Да, конечно. Но необходимо соблюдать кратность прививок, особенно когда вы выезжаете в эндемичные, то есть в регионы, где много клещевого энцефалита. А где много? Это Западная Сибирь, это Алтай. Но и нельзя забывать, что и в Подмосковье встречаются клещевой энцефалит. Об этом надо помнить, друзья мои. Спасибо вам большое. Ну что же, теперь вы знаете все, что вам нужно для пикника. Идите, готовьтесь. Скоро майские праздники. Спасибо, с праздниками. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, присаживайтесь. Вот иногда, оказывается, человеку на пикнике могут оказаться необходимы такие вроде бы странные предметы, как плащ-палатка, вазелин и нитки. Мы желаем вам приятного, а главное, здорового отдыха. Два рубрика «История болезни». Спасибо. Спасибо.